Осень, осень, скоро Новый день, не стой у мороз, скоро Новый год. Сегодня калятки поют так же, как и сто лет назад. Традиция соблюдается во всем – в костюмах, песнях и танцах. Одни поют калятки хором, другие наряжаются в костюмы животных – козы, медведя, лошади. Мы каждый год ходим калядовать, признаются участники фестиваля. У нас есть даже специальные люди, которые, ну как специальные, не специальные, а постоянные наши, что называется, клиенты, которых мы обязательно обходим. Вот, так, например, очень любят нас почему-то даже магазины, приглашают и спрашивают, я прихожу, например, говорят, а вы нынче-то к нам придете калядовать? И, в общем, иногда даже уже мороз или что-то, не хочется идти калядовать, но раз уж пригласили, надо идти. По традиции, ряженые калядовщики заходят в каждый дом, славят его хозяев и желают им здоровья и богатого урожая. В награду получают сладости или деньги. Бывало так, что мы даже за тысячу и больше накалядовывали, в смысле, денежками. А еще, кроме денежек, дают там сладости разные, постряпушки. Вот. А сами мы тоже, у нас есть при ансамбле женщина, которым, вот мы делаем таких интересных, очень рождественских козулек. Это такое печенье, которое было в нашей Черненском районе, вообще в северных районах, в Красновейшерском, это я читала в литературе, что было характерно угощение калядовщиков вот этими козульками. Их выставляли хозяева на окошко, и калядовщики видели, когда идут, если уже козульки стоят на окне, то, значит, как бы можно сюда заходить, здесь ждут хозяева. По словам участников фестиваля, тексты калядок постепенно забываются. Сохранение этой традиции сегодня во многом зависит от старшего поколения.